МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отряд задумывался как церемониальный, но он давно вышел за эти рамки. Теперь в репертуаре коллектива зажигательная латино и классика. Репетиции почти каждый день, минимум по два часа. Все должно быть четко, как барабанная дробь, считает художественный руководитель Михаил Кузьмин. Признается с девчонками нелегко, бывает, что и обижаются. На этот случай у него всегда припасены сладости для девчачьей радости. В принципе, прийти может любой. То есть у нас везде висят, мы в соцсетях, везде выкладываем объявления, везде выкладываем афиши, занятия бесплатные проходят, то есть никто ни с кого ничего не берет. Но все равно на самом деле народу немного. То есть у нас бывает один человек, два человека в год, это если приходит максимум. Выступающие должны быть, я считаю, что раскованными, потому что чем больше подача со сцены для зрителя, тем зрителю это интереснее смотреть. Шоу на каждом выступлении только у двух девушек есть музыкальное образование. Они и помогают остальным освоить нотную грамоту, а она иногда сложнее математических алгоритмов. Когда тебе дают в руки ноты, и ты стоишь и говоришь, а как? А что делать? А как это играть? Это вот как я пришла, и я говорю, это что? Это ноты. Я говорю, а как? Раз, два, три на четвертый играешь, раз, два на третий играешь. Ну как бы так и объясняли. Упорство и любовь к музыке привели девчонок в Санкт-Петербург. Невский проспект, парад барабанщиков. Более тысячи музыкантов показали сначала сольные программы, а затем сыграли все вместе. На профессиональном языке, это называется Тутти, самая массовая крещенда в мире, зафиксировал представитель книги рекордов Гиннесса из Лондона. Но, как говорится, если везет, то не раз девчонки уехали еще и с призом, а это, конечно же, самое ценное для них – барабан. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.